Дорогие друзья Шире шаг, Арсений Петрович Так, Кличко, не дурку Ой, господи У меня... Ой, господи Ой, господи Здравствуйте Кто последний? Я Шо вы брешете, Арсений Петрович Вы первый Я? Ах, то я, что ли, вы же сюда первым пришли А, так, Виталик, прекрати Я специально пришел сюда первшим Шоб занять очередь последним Интересно Так Хай он жвание еде Я? Я только после вас Слушайте, жвание, а на шо вы надеетесь? Шо до вас очередь не дойдет, или шо? Шо рука у палача устанет, или шо? Какого палача? Там, что, еще и палач есть? Шо, с ума сошли? Слушай, это образное выражение Я говорю, иди, не вешаешь же там, в конце концов Как вешают? Там, что, еще и вешают? Нет, ребят, мы так не договоримся Я говорю, вешают, не вешают Какая разница? Иди, а то ты сейчас прямо здесь анализы сдашь Ладно, я пошел Давай Здал, сдал! Шо сдал? Я вас всех сдал Доброго дня, подлюки таки Доброго дня, скотиняки Ляшко, здрасте Сидите Під дверима Тримцити Боятись Навіть даже вшатись Може, только справжні мужики Тому не пойду Так, шо таке военкомат? Где Порошенко? Где президент? Чому его нема? Да, действительно Давайте позвоним президенту Давайте У когось є його домашній телефон? Записуйте Давай 050 050 321 321 15 15 47 47 Зараз, я тут все наведу порядок Доброго дня, це Ляшко Куди? Ні, дякую, я там вже був Ні, не хочеться А де сам? Нема дома? Добре, я на роботу передзвоню До побачення Є робочий? Записуйте Давай 531 531 44 44 21 Дамы и господа Президент Украины Петр Порошенко Стоять Шо таке? І шо, шо ви президент? От бачите, йде до доктора І зразу со взяткой Да какая взятка Просто подходящей тары Для анализов не було А тут Идіть, будь ласка Кибач, шо коїться Таке Солдати Окулиста Прошел Хирурга Прошел Военкома Прошел А президент Указ не подписывает Так, ладно За мной Янек, бач Ну че, здоров хахли Віхтор Федорович Ви тут звідки Ви ж у Росії ховаєтесь Да щого ви взяли-то? Не слушайте ви никого Это все злые языки треплются Ібо я, Виктор Федорович Решил в Росії матушке схоронитися-то А шо это у вас за собачка? Это Чихуахуа А это он или она? Ну, конечно, она Я же сказал, Чихуа Если б был он Я бы сказал, Чиху Чиху Ну, короче, это она Слухай ты, бандитська рожа Це я собачки, конечно А скажи, будь ласка Ты бачиш сепаратюга Як ти до нас прилетів на вертолете? Берите Ниже Я смотрю все на месте Так Значит, первый вопрос У кого проблеми со здоровьем? Понятно Значит, со слухом у всех нормально А Кличко? Ну, давайте с вас и начнем Виталий Пожалуйста, закройте один глаз Какой? Да, любой можно А, кому закрыть? Себе Чем? Ладошкой Какой? Любой Подожди, ты же сказал Любой — это глаз Значит так Закройте любой глаз Любой ладошкой Это несложно У вас их всего два Ну, правильно У меня два глаза Три из которых Я могу закрыть Любой ладошкой Значит так Давайте Закройте третий глаз Второй ладошкой Так бы сразу и сказал Замечательно Читайте Шо читать? То, что написано На ладошке На табличке Что написано? А-а А, правильно Со зрением порядок Ну, что ж Давайте проверим Слух 56 31 98 76 А-а Вы что, плохо слышите? Не, я слышу Отлично Я просто цифры Не успеваю запоминать Так, понятно Что ж Давайте сразу С медосмотра Раздевайтесь Подожди Так я же уже разделся Нет Я полностью Раздевайтесь А-а Это в смысле В чем мать родила Да А, это в смысле В чем я дома В душе Купи-купи делаю Естественно Это в смысле В чем я мусор выношу Да Да откуда я знаю В чем вы мусор выносите Раздевайтесь Мне надо посмотреть Зачем? Я у окулиста Уже был Не понимаете? Мне надо увидеть Пощупать Не знаю Кого? М-м-м Скажем так Вашего младшего брата Володьку что? Так он сейчас в Германии Я понял Давайте с вами попозже Немножко Следующий Знаешь так Салаги В военкомате Косить нужно на все сразу Понятно? Ясно Что-нибудь одно да Проканает Да-ба Пошел Да-ба Ну что доктор Как дела Красавчик Где тут можно Родине послужить Виктор Федорович Давайте не будем Поясничать Дело серьезное Так первое Не про канала Повернитесь Хорошо Наклонитесь Хорошо Снимите трусы Остановитесь Доктор Вы что? Давайте без паники Скажите Случайно по ночам В постели Не мочитесь? Кстати об этом доктор Я хотел поговорить Так-так Вы знаете Тут такая ситуация Ну раньше Раньше До февраля Все было нормально Ну в смысле Добегал А потом Вы знаете Чуть какой-то Резкий звук Шорох Бац И дело готово Одна клеенка Только и спасает Я понял Значит идите В лабораторию Там разберутся Я понял Короче Можно я Доброго дня Доброго дня Сидайте Пишите Я Ляшко Я негодник Что? Тобто я негоден Слушайте Давайте это я буду решать Да? Добре Начнем Снимайте трусы Не буду Я говорю Снимайте трусы А я тебе собака Кажу Не буду Знаете что Мне некогда Следующий Ничего не следующий Поуговаривайте Мене Мне не понравилось Так Я понял Ляшко Да Хорошо Кем Вот кем Вы себя видите В армии? Тики командиром Так доктор Дайте мне взвод солдатів Стільки таких хлопців Покрепче По накаченні таких Симпатюль Чтоб маслом були намазані Чтоб выполняли всі мої прикази А потім я буду выполнять всіх приказів Ну що було Воєнне взаємопонімання Я все понял Ляшко Вы негодний Я негодний В смысле Ви негодний Візьміть мене до армии Ну я вас Ну что вы там будете делать Та все Дайте мені кулемет Я буду там строчить Ні-ні-ні Я вам на увазі Візьміть мене до роти До роти Що ти все коверкаєш, собака Чості, знаєте, що Негодний Так негодний Давайте перестати Візьміть мене вас Візьміть Візьміть Давайте не отвлікати Хорошо Що со здоров'ем Со здоров'ем добре Іноді було церце Вот Причина Часті розлуки Так, знаєте, що Я прошу прощення Я із лабораторії Мужчина, извините Ні у кого нет Спичного коробочка Так, Виктор Федорович Возьміть зажигалку Возьміть зажигалку Возьміть Иди вважайте Так, Лешкот Значит, негодний Так негодний Давайте Я вас прошу Я вам говорю Негодний І все За цим закончим Я прошу прощення Еще раз Я зажигалкой попробовал Не подходит Нужен именно спичичный коробок Я тобі зараз зуму Понял Идите в лабораторію Слушайте Лешкот Я вас прошу Візьміть до армии Слушайте, ну зачем вам Мені треба позивной Какой? Жосткий такий Ну Зайка Ооо Можна? Жостко? Жостко Скажіть, зайка, ви Я не знаю Оружие хоть раз В руках держали? Конечно Холодное, например А ви знаєте, доктор В моїх руках Сашка? Чисті на руку і все Так, ну що ви таке кажете Готові? Готові? Вас зовут Арсений Петрович? Готові Ви окончили школу золотой медалі Ну, на роботу ездить в елітному автомобіле Рейндж Ровер Це не моє Мені в нього підбросили Хорошо Взятки брали? В смысле? Я ж просила Отвечайте, да или нет От що ви делите мир на чорне і беле? Є ж ще зелене? Я понимаю, що все брали Мені интересують крупні суми От 10 тисяч доларів Одною бумажкою не Хорошо Откаты брали? За що? Да я не спрашиваю, за що Откаты брали? Когда? Да що ви все время врете Аппарат показує, що ви все время врете Чого це вдруг? Ну, как с чего? Вот, є документи, що на вашу фамилию Біли виписані кредит МВФ Так, мало ли у кого є мої паспортні данні? Ясно Ви по націоналісти хто? А ви це з якій цілью спрашиваєте? Вот, спасибо Хоть раз, сразу четко ответили Давайте не будем по одному Це долгий процес Я готов Да давай Лешко, дуже приємно Давайте продолжим Давай Так, за Україну погибнуть готовы? За универмаг? Ты шо, собака з ума сошел, а? Тако универмаг? За страну За Францію? Николи Да какая Франція? За нашу Україну За нашу Україну? Хай твій Ющенко погибає Так, все ясно Я Кем хотіли б служити? Снайпером Ну, яким снайпером? У вас ж близорукость А я далеко стрілять не буду Понятно Янукович Это я Ага В армии пока горит спичка Успеете оденеться? Ох и вопросик Слышу Та пока горела спичка Я успел три фуры антиквариатом забить И еще со страусом на коня вмазать Ох и вопрос Понял, все, спасибо Кличко Да Простой вопрос Да Отвечайте быстро Готов Сколько у вас братьев? Ага Я понял Решили погонять меня по математике? Так я вам отвечу Их два Как два? Ну так два Вы шо телевизор не смотрите? Там всегда говорят Братья Кличко два А, я понял Это считай вас Тогда три Что три? Я Володька и Виталик Че-то я щас не понял Шо непонятного? Нас два брата Три из которых я тебе только шо назвал А, теперь понятно Продолжим Иностранные языки знаете? Ага Я понял Решили погонять меня по языкам? Допустим Значит смотрите Я украинец Поэтому говорю и думаю на украинском Дальше Немецкий Когда я говорю на немецком Я продолжаю думать на украинском А русский? Русский сложный язык Поэтому когда я на нем говорю Я не думаю Что-то я вижу Господи, идиоты Есть там кто еще? Следующий Я в лабораторе Если что-нибудь А ну Посторонись Пехота Ты бач Юля Володимировна На бронепоезде приехала А что ж важно было На параде На Майдане Слушайте У меня есть идея Юля Владимировна А давайте вам коляски Со всех сторон Железную решетку приварим Нормально будет Да крепко Кстати Юля Владимировна У меня вопрос А кем вы собираетесь быть в армии? Напевно со строю Поварихи А ну-ка разговорчики мне Стронко шикойсь Все стоять Вот так Ооо Яке жалкое зрелище Боже мой Нема на шо дивитись Батальон конче заспа Причому и первое слово вам подходить И второе А шо таке? Шо це вы тут раскомандувались? А? Ну хто тобою не командует Заткни пельку Стань в строй Есть Я щас Я щас разберусь Давай Синь, давай Юлия Владимировна А чого це мы повинні вас слухать? Да, действительно Це хто сказав? Це хто сказав? Хто сказав? Так Так Зараз разберемся Ти хто? Я? Янукович Значить Це ти там Янукович Так А тут ти Гімно Поняв? Понял Повтори Щас Повтори Сказала? Я гівно Ще раз Я гівно Молодь Я гівно А я вам І мамка І папка Поняв? Понял Повтори Я гівно Запам'ятайте, клоуни Я вас буду драти 30 годин на добу Питання є? Єсь у мене вопрос Ваще Насколько я знаю В сутках 27 годин Мовчай Ви в мене Всі Землю жрати будете Це понятно? Понятно Що тебе понятно? Що надо готовиться К землі А коли вже драть нас будут? Так, строй Сказали, так сказали І ще Ладно Всі в мене підете До спеціальної роти О, я хочу до роти Що за рота така? Чорна рота Ото ти чорна рота Мовчать Ну шо, хлопчики Готові Я Ценюк Команди Батальйон Чекуйсь На перший, другий Розрахуйсь Перший Перший Друга А давайте зараз Розрахуємось Незгідно партійних списків Перша Другий Другий Я гівно, расчет окончення Ну шо, хлопчики Давайте За нашу незалежність За нашу країну За всі регіони А для мене Україна єдина Молодость Две із которих Ну нічого святого в людей, а Действительно Нічого святого Вы знаете, что в наших политиков Что в российских Странное дело Они царскую семью Расстреляли А нашей семье Гражданство дали Один Петр Окно в Европу Прорубил А другой Петр Никак его найти не может Один Владимир Русь покрестил А другой, похоже, хочет на ней крест поставить Нічого святого Редактор субтитров А.Семкин Я зажег В церквах Все свечи Но одну Одну оставил Для того Кто Украину На войну идти Заставил Для того О ком поет В песнях Харьковских Фанатов Для того Кто очень щедро Раздавал Свинец Ребятам А они Порвав Все тело Сберегли Страну Живою Днем 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 дрались И не боялись Ту Что ходит к ним С косою Грелись льдом Кормились небом Лишь бы мама Не рыдала Ну а утром Вместо душа Небо градом Поливала На донбасских Телегонах Вдруг повырастали Губки Разбавляя Удалую Жизнь Кипящую В фейсбуке Наградить Хотят героев По заслугам По закону Ордена Раздать Солдатам Генералам По патрону Наверху Неразбериха Между партиями Случка И с трубою Непонятка И в Кабмие Вновь текучка И в Донбасс В дыму Пылится На пустыню Стал похожий Ну когда Все прекратится Ну когда Ответь мне Боже Я зажгу В церквях Все свечи Но одну Одну Оставлю Помолюсь За Украину Да за здравие Поставлю Чтобы слава Украине Да по миру Прокатилась Чтобы те Кто всех нас Слили Украину Возвратили Спасибо Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Слава Украине Как мы Ради вас Давно не видели Спасибо Вот Круто Ну а вы знаете Сейчас Актуальный вопрос Конечно Украина Россия Самый важный вопрос Знаете Родственники из России У нас у всех есть Да и все Знаете Задают вопросы Одни и те же Ну шо вы Как вы Не едят Там детей Как вообще Как вы там Может помочь Вывести вас Знаете Я пытался Долго объяснить Некоторым нашим Ростом Моим лично Но у нас Ну приедьте Ничего не получается Знаете И как-то В общем в интернете Бывает там иногда Что-то хорошее Да Знаете Нашел такую фразу Знаете Ну Как говорится Если хочешь Опровергнуть Какую-нибудь Глупость Не надо ее Отрицать Не надо Доведи ее До абсурда Вот И тогда Знаете Все получится Я решил Довести это До абсурда И написал письмо Моим Родственникам Любимым В России Здравствуйте Дядя Игорь Дядя Валя И дядя Саша Вопреки Вашим опасениям Сообщаю Что живу я Хорошо Пока живу Дальше Будет еще лучше Потому что Уже три недели Как я принят В бандеровце А как иначе Иначе У нас в Украине Карьеры не сделать Хотя Что я вам рассказываю Вы и так все знаете Зарплата у меня Маленькая Но это не главное Ведь нам Разрешили Отбирать деньги И имущество У русских Раньше Можно было И у евреев Но потом Пришел Главный Бандеровец Коломойский Запретил Я Например Сейчас Учу Английский Язык Чтобы забыть Русский В этом Мне помогают Американские Наемники Которые У нас тут На каждом Шагу Ну что я вам Рассказываю Вы и так Все знаете Прошу прощения За неровный Почерк Пишу Прыгая Потому что У нас Кто Нескачет Той Москаль Кстати Я женился Во второй раз На Вадике Для нас Европейцев Это нормально Сегодня Наш президент Ну Самый Главный Который У нас Самый Главный Президент Барак Обама Пообещал Что мы Скоро Вступим В НАТО Пока Естественно На правах Американского Прихвостня Вот еще Одна радость Моя дочь Гарпына Ну Которая Раньше Была Саша Заняла Первое место В конкурсе Бендеровской Песни Теперь Она Претендент На поездку От страны На конкурс Гееви Лесбияна Ну Это По вашему А вообще Евровиднее Сейчас Сидим И думаем Заводить Ей бороду Или нет Выходные Дни По нашему Weekend Едем К родителям На дачу Копать Бункер Вчера Были на концерте Ани Лорак Все прошло Классно Спеть Ей не дали Если Есть Возможность Друзья Вышлите Пожалуйста Мне Книгу Гитлера Майн кампф А то У нас Разметают А еще Нас Заставляют Абсолютно Всех Носить Вышиванки Вышиванки Ну вы Знаете Это Такой Узор Нитками На груди Больно Но Патриотично Бывало Утром Выхожу На балкон И начинаю Делать Зарядку От сердца К солнцу Вот так Ну что я вам Рассказываю Вы же так Что знаете Как видите У нас все Спокойно Поэтому не бойтесь Приезжайте к нам Но заранее сообщите Чтобы мы успели Сделать вам Аусвайз Только не летите Самолетами Это опасно Поездом Тоже не стоит Безопаснее всего Ехать на белых Камазах Они ходят Регулярно Без опозданий Это теперь Наш общественный Транспорт Приезжайте Приезжайте к нам Добро пожаловать Вечерний квартал Каждый вечер Добро пожаловать Добрый вечер Дамы и господа Добрый вечер Спасибо большое Вы знаете У нас в Украине Да в принципе И во всем мире Все настолько политизировано Что о политике говорят Практически на всех телеканалах Даже на телеканале Дискавери Поэтому не случайно У нас выпуск Политических новостей На телеканале Дискавери Внимание на экран Итак Для начала Давайте представим Как киевляне Слушают выступление Виталия Кричко А сегодня В завтрашний день Не все могут смотреть Вернее Смотреть могут Не только лишь все Мало кто может Это делать Действительно Прилежительно так Петр Симоненко Уверен Что его компартия Легко пройдет Трехпроцентный барьер Сказано Сделано Как-то так ОРТ Представила видео Которое доказывает Что российские десантники Действительно Заблудились Новые противогазы Арсений Яценюк Идет на выборы Отдельно От Юлии Тимошенко Хотя еще В марте Он был так рад Ее освобождению Юля Юля Без комментариев Да Продолжим Политическое дискавери Российские чиновники Увидели перечень Европейских санкций Любой бы обалдел Шок Да Юрий Луценко Заявил Что все-таки Идет на выборы Вот такой Политический дискавери Смотрите дискавери И не забывайте улыбаться Поехали дальше Знаешь, Сань Только что за кулисами Встретил Милу Нитич Она такая Знаешь Ничочич Вообще-то ты Женатич Эти умоляю Там такие Формич Такой Грудич Попич Можно и развеститич Ну хорошо Ну хорошо Тогда давай Объявить И заценить Ого И мы вместе с вами Давайте посмотрим Мила Нитич В гостях У сербского телевидения Здравствуйте Здравствуйте Дорогие наши теленаблюдашники В эфире программушка По болтушке Зазвездою И я ее ведушку Тринко Принчич Обладушки Обладушки Да Сегодняшняя наша Приблуда До студии Я кто взрекал Синематографичный герой Комсомолка Спарцмешка И просто Красопетована Девушка Популярная Украинская Псница Мила Нитич Зутричашка Рукашлепки Рукашлепки Программушка Мила Кидай пояснишку На стульчик Добрый вечер Здравствуйте Мила Первонаперво Поклон вам В тазовое чресло Заташи Не попротивились И пригласили За нас в студию Как я могла Да И Первая Прошалка Будет Ак Мила Нитич Что я Ваша Сербская Называшка Нет Чисто Украинское Имя Конечно А Рабинович То российское Да Но не про то Зараз Не про то Первонаперво Хочется Поболоболить С вами Мила Про ваши Новые Псни Чие В вас Новые Псни Да Конечно Достаточно Много Новых Красивых Человеческих Песен Просто Наступного Прошалка Дуже Кучерявит Нашего Теленаблюдашника Мила Вы Дуже Липовидна Девушка Чие В вас Хахаль Да Не противится Тому Ваш Сценичный Пропиховач Ваш Продюсер Владимир Пельмешко Бебешко Владимир Бебешко Я так и Кажу Пельмешко Да Ну Личной Личной Жизни Пока что Нету Потому что Времени Не хватает Но Я думаю Что Продюсер Будет Не против Главное Чтобы Не мешало Работе Бебешко Не чешется Баскетбол Теленаблюдашки Поплодушки Здрасте Мирко Не очкуй Присаживай Да Не очкуй Дренкуй А пока Мирко Не очкуй Дам памятку Нашим Теленаблюдашникам Головным Баблометателем Нашей Програмушки Е Белградский Завод Автоматичных Загагулин Белградский Завод Автоматичных Загагулин Загагулин И шняги Штрички Все Что Чешется Вашей Душе Поплодушки Поплодушки Рукошлепки Да Мирко Наступ Вопрошалка До Тебе Чем Зраз Мается Такие Знатные Пропихавачи А ты Дренкуй А Зраз Я Выпасаю Новую Проспивушку Для Пропихачки Очковый Конкурс Новую 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 Мирко То Раскопорьте Потайничку Где Стухла Ваша Подопечна Мирослава Брежкович Мирослава Йо-йо Збила Коза Я Кто Збила Коза Забодала Зразумило Зразумило То Може Вы Мирко Пропихавач Милу М Хм То Я Не Фуфлова Мислятко Мила Липолица Мае Выпукло Тулово Бачу Зубы Мае Мае Зубы То Вже Краще За Мирославу Мила Як Ви Може Зменить Пропихавач Разом Змирко Йехать На Всем Знатный Евроглядочковый Конкурс Загорланить Вит Сербии Я Вам Скажу Так Друзья Мои Кони На Переправе Не Миняют Только Сбебешка И Только От Украины Достойно Отвечал Рукошлепки Рукошлепки Да Мила Вы Уже Затав Отвечали Несколько Сербских Слов То Може Финализашки Наши Программушки Вы Побожашка Нашим Теленаблюдочникам Что ж На Сербском С Большим Удовольствием Добрый вечер Драги Глядовочи Волимте Украина Мила То Навчал Вам Срепску То Дуже Душевно Да Дуже Душевно Только Навчал Вы Зараз Вызвали Такси Да Да То Я Может До Тарантаса До Гостишки Десять Генера Мир После Концерта После Концерта Миланитич Спасибо Спасибо Миланитич Миша Аплодисменты Удачи Мои прекрасные Сербские друзья Друзья Спасибо Вам Хорошего вечера Спасибо Рука Шлепки Брянкуем Спасибо Большое Дамы и господа Мы продолжаем Немного новостей Находясь в Ростове Виктор Янукович Пытается Безуспешно Продать Свой Эксклюзивный Удлиненный Единственный В мире Майбах В котором Можно Сидеть На корточках Да И еще Одна новость Знаете В Украине Так и не прошла Реформа русского языка Предложенная Виталием Кличко Напомним Это не первая попытка Виталия Подогнать Правила русского языка Под себя Да Эти и другие новости В постоянной рубрике Новости Нашего квартала Поехали Новости Новости Наразную тематику Про грязную политику А секс и акробатику А также про эротику И прочую экзотику Про бизнес и про готику Про залы Наркотики Новости культуры Про гольфы, баскетбол И с макуратурой И конечно про футбол Про дочь про пассивную Про рогатые стопки Новоровновейшие машины Не про рогатые стопки И про рогатые стопки Новости оттуда Знаете, в последнее время, если смотреть новости по телевидению, то они, ну, прямо скажем так, невеселые. Хотя мы, конечно же, верим, что все у нас в стране и в мире в целом будет хорошо, но не сразу. Поэтому у нас в эфире хорошие новости 2034 года. Итак, новости будущего. Смотрим. Добрый вечер. В эфире новости в студии Степан Казанин, 1974 года рождения и... И вечно молодая Елена Кровец. Естественно. Итак, в эфире новости 2034 года. Коротко о главном. Украина вот-вот подпишет договор об ассоциации с ЕС. Президент Эстонии принял участие в акции Ice Bucket Challenge. Жители Крыма празднуют 20-летие начала строительства Керченского моста. Петр Порошенко вновь идет в президенты. На этот раз под лозунгом «Вот сейчас точно все будет по-новому». И сегодня за один доллар дают 12,5 килограмм гривен. Об этом и другом более подробно. В России наконец-то решили проблему запрещенных продуктов. По совету Жерара Депардье, французским устрицам, норвежской семге и греческим маслинам предоставлено российское гражданство. Сегодня Олег Валерьевич Лешко забросал какашками обезьянку в зоопарке. Но и эта акция не вернула былого интереса политику. Кстати, Олег Валерьевич снова участвует в выборах. За спиной его называют так же, как и раньше, только добавляют «старый». Мы напоминаем в эфире новости 2034 года. Губернатор Днепропетровска, Донецка, Одесска, Херсонска, Запорожска, Николаевской области Игорь Коломойский, который также исполняет обязанности губернатора Краснодарского края, полуострова, Крым и Приднестровской Украинской республики, встретился с директором шахты имени Засядько Ренатом Ахметовым. Вместе они наградили лучших шахтеров года. Среди лауреатов Дарио Сырна, Луис Адриана и проходчик-стахановец Борис Колесников. Поздравляем, Борис. Новым мэром Киева стал Кличко. «Я отца собираюсь стопами идти», — заявил Егор Витальевич. Также Егор Кличко сказал, что уже завтра точно включат горячую воду. Общий сбор киевлян на улице Артема, дом 36, квартира 12. Приходите. Новости из-за рубежа. В Новосибирске прошел марш за независимость Сибири. Напомню, это уже не первая попытка сибиряков выйти из состава Китайской Народной Республики. У нас новости экономики. Список украинского «Форбс» в этом году возглавил глава корпорации «Нафарбу». И новости шоу-бизнеса. Победитель «Евровидения-2034» слепой кокер-спанель «Сильвестр» из Бельгии выступит с гастрольным туром по Украине. О спорте. Вчера сборная Украины по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира по покеру. Вот что значит «Нашли свою игру, ребята». Поздравляем. А голкипер «Динамо Киев» Александр Шавковский объявил о завершении своей карьеры. Прощальный концерт известного барда состоится 5 ноября. Ну а на этом у нас все. Напоминаем, что мы сообщаем только хорошие новости. Поэтому увидимся с вами ровно через 20 лет. Всего хорошего. До новых встреч. Продолжим. Вы знаете, да наверняка вы знаете и представляете, что за всю свою политическую карьеру Олег Лешко не раз попадал в разные курьезные ситуации. Таким образом, Олега Валерьевича, наверное, можно смело назвать главным попадателем Верховной Рады. И поэтому хотим представить вашему вниманию еще один курьезный случай Олега Лешко. Смотрим. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Доброго дня. Евген Петрович, доброго дня. Ну что? Ни хто не бачит. Я договорился. Так. Роздягайся. Ага. Ни хто не бачит. Роздягайся. Давай, маечки красавчик. Снимай штани. Как это? Именем радикальної партії. Снимай штани, я тебе говорю. Олег Валерьевич, ви ж казали, коли приймали мене до партії, що то останній раз був. Петрович, ти зараз хочеш до партії? Дуже хочу. Снимай штани. А який у тебе номер? 451, я говорю. Ніху. Хорошо. Хорошо. Короче, так. Якщо ми наберемо 100% Так. І хтось з нас помре, то ти будеш у списці. Знімай штани. Сейчас журналіст прийде. Давай. Як репетували, ясно? Все нормально. Знімай штани. Як репетували. Сейчас журналіга вже готується. Сейчас прийде на верьовку. Як репетували, ясно? Так. Все, почали. Олег Валерьевич, здравствуйте. Доброго дня. Це Ляшко, Скотиняка, ти така. Здравствуйте, ми готові, в принципі. Готові, так камера включена. Уже включено все. Я готов. Можем починати. Доброго дня, українці. Тільки що, я Олег Валерьевич, під Славянськом. Поймав сіпаратю. О, прям тільки що? Своїми руками. Для начала, для начала скажіть, як вас поймали? Давай. Мене? Тебе, козліна, кажи, хто піймав. Мене піймав Олег Ляшко. Так, Олег Ляшко. Голими руками. Голими ногами. І взагалі він голий був. Що ти рожа, козліна? Що ти говориш? А де ти був? Де ти ховався? В кущах. В кустах. Понятно, да. В кущах. А що ви делали в кустах? Що? Що ви в кустах делали? А, какав. Що ти там робив в кущах, козліна? Вибачте, кла в міну. Міну кла. Це, до речі, та міна, на якої повинен був підірватися я, Олег Ляшко. А, скажите, що у вас? Нас було много. Нас було 10 тисяч солдатів, 100 танків і 50 одиниць бойової техніки. Іх всіх поймав я, Олег Ляшко. Лідер радикальної партії. Що, один Ляшко поймав вас? Ні, чому один? Не один. А з цілим арсеналом положительних качеств. Таких, як мужество, самоотдача і патріотизм. Що ти з мене кажеш, давай, колька? Олег Валерич, извините, у нас с камерой проблеми. Дві минуты перерыв. Дивіг, ідіть, я поки виб'ю всізнанязну. Ідіть, ідіть. Ну шо, як, колег Валерич? Супер імен Петро, супер. Особливо мені сподобалось про мужество. Патріотизм. Щось нове. Я стараюся. Молодий, дай я тобі розчілую. Молодий. Молодий. Да, в принципі, ми готовы. Ось так ти русських принімал. Ось так ти сепаратюга іх цілував. Ось так, да? Олег Валерич, держите себе в руках. Так, ви шо, остановили? Я б його засосав до смерти. Мы можем продовжать? Да неч. Скажіть, а когда ви решили стать сепаратистом? Так сьогодні зранку і вырішили. Патло кажеш. То коли, коли ти став сепаратистом? Я вирішив стати сепаратистом, коли в наш район зайшли ФСБшники. Да. І сказали, що всі ми сепаратистами. Так, так. А що це за район вов'язково було? Оболонь? Оболонь? Така оболонь? Ну та, що за Дрім Тауном, ближче до Мінської ішо. Ось така оболоньку. О, селище під Славянськом. Там сирічка Дрім Таунка. Козліна, хто тебе приймав до сепаратюх, кажись? Я хто? Мій сусід приймав Прасько Орест Гнатович. Так, це русське ім'я. Давай, якесь донецьке. Приймав наш сусід Путін Андроцит Федорович. Це правда, да, приймав, да. А ви можете на карте показати, де ваші знаходяться? Конечно, кажи, де ваші? Ось тут, це точно, ось тут, да. В Індії? Якої Індії, де вони? Ось тут, це точно. В Японському морі? Яке Японське море? Де ваша сіпарат? Ось тут, Болгарія. Ну, неграмотний я, Олег Валерійович. Ах ти, падла, я тобі зараз голову відверчу. А, подождите, Олег Валерійович. Ні, ми не можемо це знімати. Нічого. Чого? Ми отойдемо щас на секунду. Ви тут розберіться. Продолжимо. Не спущі, я тут розберіться. В сьогодніх ви його остаєте. Ідіть, не бійте. Щось живе останеться, ідіть. Олег Валерійович, ви сказали, що не будете бити, ну. І вам не трогайся всіхалтюра. Не похож ти на сіпаратюгу. Знімай трусы. Як це ідіть? Іменем радикальної партиї. Знімай трусы, надівай на голову, буде вмісті балаклави. Так мене ж запасні є, Олег Валерійович. На хіра? Тому що ви завжди на з'їздах так кричете, що я завжди з собою запасні беру, що? А де ця лендочка на руке? Сепаратійська ця. Де? Так ви ж сказали, що треба буде до тросів роздягатися. Що, ти її зняв? Ні, вона не мені, але вона мені дуже давить. Попусті трошки. Та як, у мене руки зав'язані, щоб... Та роз'яжу от мене. Роз'яжу, щас. Та що ж за узел такий? Та щас... Та, в принципі, ми можемо продовжувати? Ось так я буду гризти сепаратюх. Ось так скоштуєте мого гніву. Ось так перед Україною стоять ти будеш, падла-та-та. Олег Валерійович. Пасіба, що прийшли, я б його загриз би і засосав до смерті. А, да, можемо продовжити? Канєч. Да, скажите, що ж вас не устраївало в Україні-та? Та все мене устраївало, що... Падло, кажи, як репетували. Притисняли руську мову. А, мову нашу руську притисняли. Та. Притисняли нашу мову, яка пестить, наче мати. Притисняли так, що я її навіть забув. Мову, якою розмовляли Пушкін, Достоєвський, Сковорода, Леся Русіянка. Леся Русіянка. Я зрозумію, Олег Валерійович, в принципі, матеріалу достатньо, можемо заканчувати вже. Остані, можна? Ну, давайте, кульмінацію і все. Я репетував кульмінацію. Опа! О-о-о-о! Яка сильна рука! Рука! Такой б рукой страной руководить. На тобі! На тобі, падло! Ви мене вдарили вже 26 разів. 26 разів! Так, це, щоб всі пам'ятали, що 26 жовтня вибори до Верховної Ради. На тобі, поребр! А-а-а! І ви мені зламали ребру. Одне ребро. Одне! Один! Один! Це, щоб всі пам'ятали, номер один. Це номер радикальної партії в виборчому бюлетені. Дуже гарно. Зараз говори з моїм сепаратюгам, щоб приходили і здавались. Давай, кажи. Я призиваю всіх сепаратистів голосувати за Ляшко. Що ти кажеш? Щоб прийшли і здалися, кажи. Так, здалися і голосували за Ляшко. Дуже гарно. Так, це все снято. Дуже гарно. Дуже гарно. Так, здалися, будь-яка. Дуже гарно. Дякуємо. Дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно. Дуже гарно. Я хочу сейчас пригласить на сцену нашего следующего музыкального гостя. Что можно сказать о нём? Он соблазил не одну женщину. Он всегда прекрасно выглядит. Кожа. Меха. Это я сейчас описал только его баян. Встречайте. Лидер группы ТИК Виктор Бронюк. Дело серьёзное. Сам понимаешь, в последнее время, наверное, слышал, все представители шоу-бизнеса, большинство, уже пошли в политику. Знаете, там, замы, вот это, советники. Хотя, в общем, не секрет, что ты и сам был чиновником в Венецком гурсовете. Ну, было, было, было. Всё скрывать. Ну, а у нас другая пропозиция. Небольшой тест предлагаем пройти, который покажет, смог бы ты работать в Киевском гурсовете. Сейчас зададим загадки, на которые мэр нашего Киева Виталий Кличко уже ответил. И посмотрим, насколько вы мыслите одинаково. Ну, добрый, давай. Да, готов. Ну что, как говорит Виталий Владимирович, пуха не ни пера. Поехали. Начнём с лёгкого. Висит груша, нельзя скушать. Ну, лампочка-то же все знают. Вот и нет. Это груша висит в кабинете у мэра. Боксёрская груша обычно сложного. Давайте мыслить, как мэр. Продолжим. Чтоб не мёрзнуть, пять ребят в печке вязаной сидят. Рукавейцы, ну, перчатка получается. Да, все так думают, но по версии Виталия Владимировича, это обычная вязаная печка. Да, давайте в ту же тему. Ты включи меня скорей, воду мной себе нагрей. Кипятильник. Кипятильник. Кипятильник, да. Виталий ответил бойлер. Да. Тем не менее, следующее. Он висит над унитазом, нагревает воду сразу. Ну, что-то такое страшное, ну, понятно, что бойлер получается. Бойлер, да. Виталий ответил кипятильник. Ну, ладно, продолжим. Без рук, без ног, а ходить умеют... Часы. Часы, правильно. На этот ответ у мэра ушли часы. Продолжим. На первую ступеньку встал парень молодой. К двенадцатой ступеньке пришел старик седой. Ну, это Рик, получается. Да, Рик. На этот ответ у него ушел Рик. Да. Что-нибудь попроще, я не знаю. Вот. Среди ложек я полковник и зовут меня... Полонник, получается. Какой половник? Зовут меня Виталик Маркиева. Давайте посерьезней. А вот, моя любимая. Надели коняшки морские рубашки? Коняшки. Зебра. Зебра. Зебра, да. Правильно. Но Виталий ничего не ответил. Он просто смеялся, думал, что такой смешной случай в жизни. Давайте опять что-нибудь легенькое. Два конца, два кольца, посередине гвоздик. Ножницы. Ура! Правильно, ножницы. И Виталий Владимирович эту загадку отгадал. Дальше. Зимой и летом одним цветом. Ну, я хотел... Ёлка. Ёлка. Ёлка, да. Действительно, это тоже правильно. А что Виталий сказал? А Виталий, вы знаете, он не слышал эту загадку. Он ножницы праздновал. Да. Кричал. А я еще думаю, ножницы, не ножницы. Скажу, ножницы, на тебе ножницы. Да. Ну, не будем отвлекаться. Такая. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ну, это же не загадка, в принципе. А Виталик отгадал. А, вот. За что нельзя себя укусить? Ну, если видите, то за локоть все. Конечно, верно. У Виталия был другой вариант. Он пытался продемонстрировать, но мы его вовремя остановили. Слава Богу. И по мне его в ладошках станет твердой, как картошка. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну, если что делиться до тячей литературы, то это, по-моему, снег. То снежку робота. Снежок. Совершенно верно. Виталик опять думал, что это что-то другое. Опять пытался. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу. Остановили. Ну и последнее. Скользит мелодия так гибко. Затихло все. Играет. Скрепка. Вот тут почти совпадение. Потому что Виталик ответил, что это бывший его советник Олег Скрипка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, знаете, от Виталика ушел, к нам пришел. Поэтому спасибо тебе, Витя. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень ревнивый. И в то же время близорукий муж часто застает свою жену с хренью издалека, ну, очень похожую на любовника. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас в гостях еще один из ревнивых мужей. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ А я уже нажрался. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я знаю, я запах мужика чую на расстоянии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 рага наставила. В шкафу он, да? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Чао, Лена. Чао, Владимир. Добрый вечер. Бонжорно. Бонжорно. Очень приятно. До свидания. Ты мне своему мужу стопокудуя. Вова, ты не понял. Молодец. Вот это уровень, да, братва? Все мужики рогоносцы. Я благородный олень. Вова, ты что? Говорила мне моя мама, не женись на ней. Красотуля моя. Молодец ты с ним. Нет. А я знал, что наступит такой день, я буду тобой гордиться. Что же мы дорогого гостя держим в шкафу? Выходите. Тоту Кутуня. Вовочка, ты не понял, он просто дверью ошибся. Не мешай мне. Не разочаровывай меня. Дорогой гость из Италии. Пиво в шкаф. Может быть, человек хотел горячий душ принять? Так нет воды. Нет, нету. Ставь, греть кастрюли с водой. Тотал, велкам. Я по-итальянски мастер, седаун. Я покачаю. Тотакутуня. Вопрос один. Ну шо? Лошатами вкантарил Ленку. Ну? Ты шо? Вообще уже... Оба не разочаровывайте. Отточил? Ну, откутунил ее? Ну, зашла, наконец-то, в Европу, в Украину. Ну да, успокойся. Завтра весь двор об этом говорить будет. Да, да че они будут говорить? Никто не узнает. Конечно, я всем позвоню. Алло, Степан, здоров, братан. У нас счастье дома. Угадай, с кем только шо переспал Тотакутуня? Да если бы, с Леной. Так, дай сюда. Сколько можно уже? Не мешай. Не стань. Лишь бы она залетела. Что? Лишь бы она залетела. Будет сын, сынок, да, сынок. Назову его Отто. Будет такой украинец Отто Тотович. Вау. Что? Совсем с ума сошел, а? Хватит ерунду молотить. Ты забыл? Это же твой любимый певец. Это правда. Как и вся Украина. Я ваш фэн. Ну, фанат. Я еще в детстве маленький был. Я ваши песни на бобины записывал. А потом, ну, как у нас в детстве, это, с бобин на кассеты переписывал. Да. Кто-то вот там, вот видите, за окном на дереве моток коричневой пленки болтается. Это ваши песни. Да. Ты это... Ничего не было. Я тебе серьезно говорю, честно. Что значит ничего, Лена? Это уровень высочайший. Это тебе не с твоим Петрыкиным спать. Продвиги. Ты что? Вообще уже? Что? Петрыкин, это ты. А я тебе что? Это только кутунь, конечно. Вов, ты можешь мне вот поверить своей жене? Ничего не было вообще. Ах ты. Продвиги. Оно момента. То-то, сейчас. Вы вино пили? Ну, боже мой, чуть-чуть там. Кино смотрели? Какое-то шло. Что пошло не так? Давай, да ничего не должно. Ты что, целовалась? Да нет. Ну и дура, я целовался с ним. То-то. Такой человек. Давай, угощай. Чем-то угощала его. Да ну, как угощала? Я же не ждала гостей. Дала, что было. Там, пару маминых пирожков с ливером. Уно момента. Ты что, с ума сошла? А что? На прошлой неделе ты мне дала один пирожок мамы. Ну? Я на всякий случай проверил. Собака во дворе сдохла. Ты ему два пирожка дала? Да. Сейчас. То-то. Уно момента. Велком. Я-я. Ес. То-то кутуньо. На-на-на. It's окей. It's окей. Идите. Короче, у нас серьезная ситуация. Проблем. Проблем. У вас небольшие проблемы со здоровьем. Как бы так сказать. Времени у вас мало. Только лучшие песни. Хорошо? Супер-стар! Добро кутуньо! Спасибо. Спасибо. Ну, знаете, самые главные наши мысли, самое наболевшее, конечно же, в конце. Как сегодня радостно, что все эти звезды не в списках Верховной Рады, а на сцене «Квартала». Давайте поаплодируем всем тем, кто сегодня нас был в гостях. Исключительно по этому признаку всех приглашали. Единственное, вы знаете, что меня лично расстраивает, что некоторые актеры «Квартала» попали в списки. Да ты что? Серьезно? Серьезно, Женя. Как ты попал в список одной из партий? Ну как, все пошли, и я пошел. Ты в партии «Ляшко», Женя. Ну ты всегда говорил, что я должен быть в партии «Ляшко». Рядович. Когда я такое говорил? Ну, когда я на концерте на сцене слова забыл и на твой костюм кофе вылил. Я сказал, ах, ты пик... Ну вот, а что? Я пик улевки. Что ты смеешься, Юра? Как ты попал к коммунистам? Так я на непроходном месте. На каком? На втором. Да. А ты, что ты пальчиком машешь? Что? Я думал, ты нормальный мужик, мой товарищ. Народный фронт, как ты там оказался? Владимир Александрович, это недоразумение. Кто? Да я добровольцем хотел записаться. Просто когда я эти списки глянул, я думал, что ну, 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 реально батальон. Ты понимаешь, смотри, комбат, комбат, комбат. А ты перепутал? Ничего страшного. Ребята, а знаете, за сколько мне места в оппозиционном блоке предлагали? Ну? За 5 миллионов. Ух ты! Хорошо. А меня, кстати, Рабинович пригласил по дружбе. Да ладно? Ну, правда, получилось дороже. Слушай, а мне кажется, меня Кличко к себе звал. Что значит, кажется? Ну, он мне позвонил, значит, что-то невнятное сказал, но в пригласительной интонации. Ну, если честно, ребят, ну, если честно, я не знаю, в какой список идти. Лен, я тебе советую идти вот к Луценко. Ну, что к нему? Ну, потому что для него ты всегда будешь немножечко красивее, чем для других мужчин. Значит, да. Всегда. А я, ребята, решил бороться за национальную идею. Пойду от правого сектора. Я пошел. Слушай, это лицо кавказской национальной идеи. То, что у тебя под цвет их плага штаны и красные макосины, это еще ничего не значит. А я вам докажу, что можно пробиться в Раду от правого сектора. Слушай, у тебя единственное, что может пробиться, это щетина через Балаку. Прекрасиво. Это, ребята, все мелочи. Так. Самый главный, все знают, самый главный сейчас в стране политический вопрос. Какой? Самый главный. Кто будет играть Порошенко? Вот так. Это самый важный, опасный вопрос. Кто из нас будет играть Порошенко? Предупреждаю, роль очень сложная. Президент, да не факт, что сам Порошенко с ней справится. Кто? Вопрос серьезный, конечно. Давайте для начала решим, кто хотел бы быть Порошенко. Да больше всех хочет Яценюк. Да я говорю, кто среди нас, я говорю. Ну, у меня есть предложение. Ну? Я могу. Я сейчас немножко освободился. Санек, ну, честно, нам кажется, что ты, во-первых, доигрался. А во-вторых, Сань, ты не можешь играть Порошенко. Ну, а вдруг, ну вдруг, Янукович вернется. Слушай, если вернется Янукович, то уже никому не придется играть Порошенко. Типун, дебильный язык. Ребят, знаете, мне кажется, Порошенко должен играть кристально чистый человек. Да. Ну, тот, кто никогда не врет. Да. Ну, я никогда не вру. Угу. Сколько весишь? Сволочность. Ну вот. Значит, я, я должен играть Порошенко. Не, мы просто очень похожи, серьезно, смотрите. Он харизматичный, умный, высокий. А нет, ну одно совпадение есть. Как ты можешь играть его, Женя? Ты лысый. Ну, знаешь что? Ради того, чтобы у меня была эта роль, он может и постричься, понял? Серьезно. Нет, Женя, ты, наверное, не понимаешь, Порошенко не лысый. А Луценко был лысый, да? Я серьезно говорю, дайте хотя бы две недельки поиграть Порошенко. Мне после Луценко и Черновецкого надо печень и легкие восстановить. Да, слушайте, а давайте я буду играть Порошенко. Слушайте, давайте бездавайте. Че ты хочешь, чтобы все думали, что Порошенко свой бизнес не продал, а съел еще? Это ерунда, ребят. Это президент. Нужен серьезный человек, это президент. Ты же мне не президент. Наверное, не сидит. Подожди, Лена, он же только начал. Действительно. Сань. Я вам еще раз повторяю, я должен играть Порошенко. Я умею его пародировать. Я выучил все его движения. Движения? Смотрите, поехали. Жень, берега не попутал? Что это? А, у вас же не было на банкете после инаугурации. Я забыл. Берега, подождите. Вуха, а что ты молчишь? Да. Может быть? Я? Ну, не-не-не, спасибо. А что? Не надо. Я маленький, черненький. У меня семья, я боюсь. Я хотя бы попробую. Да, ну что. Можно попробовать? Конечно. Первый раз? Да. Давай, давай. Давай. Доброго дня, шановное панство. Доброго дня, вельми шановный партер. Доброго дня, вельми поважный балкон. Петр Алексеевич, а вот вы пришли, и теперь мы точно победим коррупцию. Ни. Шановное панство. Ни. Вельми шановный партер. Ни. Вельми поважный балкон. А зачем вы тогда пришли? Я пришел. Чтобы сказать, доброго дня, шановное панство. Доброго дня, вельми шановный партер. Доброго дня, вельми поважный балкон. Дякую. Доброго дня. Подождите, подождите. А вот эти еще знаменитые цитаты классиков. А, без классиков не можем. Я пройду на мову классика. Так, так. Вы знаете, не помню кто, но кто-то из великих сказал. Не помню что, но что-то очень важное. Сейчас дадим Вадим был. Сейчас было бродо. Ребята, а я, кажется, поняла. Эту роль нужно отдать самому несмешному. Согласен. В конце концов, все мы с вами надеемся, вся страна верит в то, что наконец-то у нас будет президент, который не будет давать повода для шуток. Ну или совсем чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Трошки же можно смиряться. Ну и самое главное. Мысли. Поехали. В натяжении нервы вот-вот разорвутся, приникаем к экранам, стоит только проснуться. Как дела на востоке? Где смогли закрепиться? Или танки Таманской переходят границу за лесами-ругами? Где всегда встает солнце, куда прямо с Майдана в бой ушли добровольцы? Верю, что не напрасно пуля жизнь оборвала. Ведь любовь не угасла, и душа не пропала. Мы теряем рассудок о войне разговоры. Ведь пути кроя суток не искат волонтеры. Забирали всем миром каски, бронежилеты. Пока кто-то пайками торговал в интернете. За лесами-полями улетит мое сердце. Где очистку с боями защищают гвардейцы. Танк сгорел под попасы. В плен надежда попала. Но любовь не угасла, и душа не пропала. Разрывается сердце от разрыва гранаты. Но одеты не в перцы, а в костюм депутаты. Где неправда истоки? За державу обида. Ведь войну на востоке называют гибридной. Мир живет по понятиям, продавая мистрали. Европейские братья нас на газ променяли. Им тепло батареи, нам кредиты с нагрузкой. Только жаль материнских, украинских и русских. Подошла ко мне дочка, забралась на коленки. Сарафанчик, цветочек и в косичках две ленты. Рыжий сад с подмышкой, а улыбка, как солнце. И спросила малышка, Павел, а когда мы проснемся? Закручить доброй двери Идет чистое сердце, и мое обогреет. И другим даст согреться, Что тут по-на-пророчке Жизнь уже потрепала. Пока рядом есть дочка, То душа не пропала. Спасибо большое, квартал девяносто пять! Спасибо, я говорю ему! Берегите себя! Спасибо! Спасибо!